Всем привет! Сегодня, как и обещала, вторая часть видео о косметических продуктах. И сегодня поговорим о декоративной косметике для макияжа глаз и губ. Это именно те продукты, которые проверены уже моим опытом, и которые я могу с уверенностью вам посоветовать. Если вам интересно, то желаю вам приятного просмотра. Начнем с макияжа глаз. Итак, это тушь. Кто без чего не может обойтись, наверное, любая девушка, если только у вас ненарочные ресницы. У меня есть две туши, мои очень любимые. Они абсолютно разные по эффекту, который они дают, по цене, в первую очередь. Первая тушь – это тушь от Guerlain. Она объединяет в себе именно все те компоненты, которые мне, наверное, нужны в туши, но, как любая тушь, которая дает и удлинение, и объем, и разделение, она не обеспечивает какого-то вау-эффекта по одному из этих параметров. То есть, в принципе, такая хорошая, проверенная тушь. Можете посмотреть, у нее вот такая вот кисточка, абсолютно обычная. Мне очень нравится ее запах, она действительно безумно приятно пахнет, и она практически вообще не высыхает. Она у меня уже более полугода, и она до сих пор еще красит реснички. Вот, делает это на самом деле очень хорошо. Но я очень люблю, когда ресницы не столько даже объемные, а очень хорошо прокрашенные и разделенные. И поэтому для меня абсолютной находкой была покупка вот такой вот туши от Vivienne Sabo. Вы удивитесь, но эта тушь стоит до 300 рублей. Не в пример, Guerlain. И она дает просто невероятный эффект разделения. У нее силиконовая щеточка. Вот такая вот. Это тушь из серии Cabaret Premier. Поэтому, если вы ее увидите где-то в магазинах, обязательно берите. Она действительно потрясающе разделяет реснички, удлиняет. Но у нее есть один недостаток. Она не очень хорошо смывается. Ну, то есть, обычным каким-то средством для снятия макияжа без содержания масла вы ее не снимете. Нужно какое-то будет двухфазное средство. Вот. Ну, в принципе, этот недостаток тоже решаем. Следующий элемент это брови. У меня на самом деле достаточно темные брови. И чтобы как-то лучше подстроить их цвет под цвет волос и придать какой-то густоты, я использую только, в принципе, карандаш для бровей. Причем вы удивитесь, но это карандаш очень демократичной марки. Называется она «Флор Марк». Вот так вот выглядит карандашик. Он светло-коричневого цвета. Отличной текстуры. Очень хорошо ложится. У него есть вот такая вот еще удобная щеточка. Ну, скажу честно, карандаш очень демократичный по цене. При этом отлично выполняет все свои функции. И я им очень довольна. Раз уж мы заговорили о карандашах, покажу еще один карандаш. Наверняка многие из вас его знают. Это светло-розовый карандаш марки «Ивроше». У него действительно такой очень универсальный оттенок для того, чтобы выделить внутренний уголочек глаза, внешний уголочек, область под бровями, над верхней губой. Он может выступать прекрасно в качестве хайлайтера. И я на самом деле увидела где-то в интернете обзор на этот карандаш. Вдохновилась, купила его и тоже не пожалела. Расскажу вкратце. Мой дневной макияж, как правило, строится из нанесения теней, каких-то базовых неярких оттенков и в качестве основы. И подводки. В принципе, это основа практически ежедневного моего дневного макияжа. Что касается теней. Мне очень нравятся тени фирмы Inglot. Вот таких вот два базовых оттенка, бежевый и сверлокоричневый. Они абсолютно матовые. Могут служить отличной альтернативой всем известным Naked от Urban Decay, но при этом они в разы дешевле. И сама текстура теней очень приятная. Они прекрасно наносятся, не осыпаются, не размазываются. Бежевый цвет я использую в качестве базы. И вот этот светло-коричневый цвет я использую, чтобы придать какой-то рельефности, выразительности. Наношу его на углубление под бровью. И таким образом еще дополнительно добавляю выразительность взгляда. Мне в принципе нравятся тени этой марки и каких-то других ярких оттенков для вечернего макияжа. Поэтому, если вы, например, в поиске теней, то советую вам присмотреться к этой косметике. Теперь о подводке. Вы, наверное, очень удивитесь, если я вам покажу подводку, которой я пользуюсь. Это вот такая вот подводка Фломастер. К слову, я в принципе пользуюсь только подводками Фломастер, потому что, ну, это быстрее, это удобнее, это не задевает реснички. Очень быстро высыхает. В общем, одни плюсы. Моя подводка из магазина белорусской косметики марки Люкс Визаж. Вы знаете, она при своей очень-очень демократичной цене просто потрясающая. Она очень тоненькая, отлично рисует линию. Линия яркая, прям настоящий такой черный цвет. Быстро высыхает. И при этом наверняка вы сталкивались с тем, что подводки Фломастера имеют очень короткий срок эксплуатации и хватает буквально на пару месяцев. Вот этой подводки мне хватает на 5-6 месяцев, при том, что я пользуюсь ей ежедневно. Поэтому всем советую. И теперь немного поговорим о макияже губ. Начнем с блесков. Я думаю, что у всех девочек очень много разных блесков. Я покажу только свои самые любимые. Мой любимый блеск сейчас находится на мне. Это блеск Dior в оттенке 363. Мне очень нравится его действительно универсальный оттенок. То есть он такой немножко розоватый, немножко бежеватый, очень нежный, с глянцевым блеском, без мелких частичек блестящих. Но при этом такой вот немного увлажняющий губы и очень нежный, очень милый. И у того, для лета, для какого-то такого романтического, легкого, лекомысленного образа, мне очень нравятся блески с мелкими блесточками. По типу вот таких вот блесков от Victoria's Secret. Они так классно блестят на солнышке, как-то визуально обличивают губы. И вообще, мне кажется, выгодят очень сексуально. И о помадах моих самых любимых, наверное, у меня их две. Это вот такая вот помада от Lancôme. Мне очень нравится ее, прям коралловый цвет. Она прекрасно увлажняет губы. Не могу сказать, что она безумно стойкая, но она не создает стянутого ощущения на губах. При этом у нее такой очень приятный, действительно яркий цвет. И последняя помада, которую я приобрела совсем недавно, но она уже успела стать моим мастхэвом. Просто вы могли ее видеть на губах у меня в предыдущем видео об офисном гардеробе. У нее такой вот яркий красный цвет. Этот цвет называется Red Square. И она выполнена достаточно необычно в виде вот такого вот карандаша. Она полностью матовая, очень стойкая, прекрасно наносится благодаря вот этой вот своей форме. То есть, в принципе, может не использовать карандаш. И цвет у нее просто бомба, просто шикарный. На сегодня это все. Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя в этом видео. Буду рада, если вы поделитесь в комментариях своими любимыми косметическими продуктами. Мне тоже будет очень интересно. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok